Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида «Помяни Господи царя Давида и всю кротость его» И сегодня мы будем читать 30-й псалом В этом псалме мы видим некую оправдательную речь царя Давида Это 2 стих, 6-й, 19-й Он свидетельствует о своей невинности С 5 по 11 стих говорится о том преследовании и унижении То, что он терпел от своих врагов Прежде всего это как бы прежде всего Саул и его окружение И об унижении со стороны простого народа Это 12-й, 14-й стих Тут мы видим, что при написании этого псалма Давид находится в неком укрепленном городе На это указывает 22-й стих этого псалма Но в 7-м стихе говорится о том, что этот город переполнен идолами Что же это за город, который переполнен идолами И в котором скрывается царь Давид Это имеется в виду Секеллак, филистинский город Где скрывался Давид от гнева царя Саула Когда он как бы внешне перебежал на сторону врагов Израиля Врагов народа Божия И как бы вступил в такой временный союз с перестемлянами Но этот союз не приносил ему никакого удовлетворения Он чувствовал себя очень дискомфортно там Потому что там было много идолов и стуканов И с одной стороны его гнал собственный народ И его гнал его царь Неприязненно к нему относились многие люди Потому что администрация царя Саула всех настраивала против Давида Надписание на Септуагенте В конец псалом Давида при иступлении Что значит при иступлении? По объяснению святителя Афанасия Евсеевия Кессарийского Феодорита Блаженного Зигабена Это указывает на некое такое душевное Душевное смятение Которое постигло Давида И которое выглядело как некое такое иступление И просто смущение человек переживает А вот какая-то безысходность Действительно, собственный народ его преследует А те, которые его приютили у себя, они враги Божии И он сидит в окружении этих идолов и стуканов Он чувствует себя, конечно, совсем неуютно Мы знаем с вами, что вот это словосочетание В конец в понимании отцов церкви указывает на то, что какие-то пророчества содержатся в этом псалме Которые относятся не только к Давиду То есть не собственно к Давиду, а к каким-то отдаленным событиям И мы читаем этот псалом На тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек По правде Твоей избавь меня и спаси меня И третий стих Преклони ко мне ухо Твое, поспеши, избавь меня Будь мне Богом, защитником и домом прибежище во спасение мне Совершенно очевидно мы видим, что Давид не удовлетворен тем, что он находится в городе нечестивых филистимлян И он хочет, чтобы сам Господь стал для него домом прибежищем Чтобы ему не пользоваться услугами вот этих людей Тем более, что они враждебно относились к его народу К Божьему народу И Давид переживает вот эту ситуацию С одной стороны, собственный народ его гонит Царь, которого он почитает помазанником, его преследует, хочет убить А тут вот он оказался в лагере филистимлян А филистимляне не могли любить Давида Они помнили, что он уничтожил самую мощную военную машину филистимлян Это чудовище Голиафа, которого он сокрушил камнем из пращи Хотя в данном случае правитель филистимлян с доверием отнесся тогда к Давиду Но это все равно была такая двойственная ситуация И он, понимая это, опасается чувство стыда, которое может его как-то изнутри беспокоить И просит Господа, чтобы Господь стал для него домом, прибежищем во спасение ему Ибо ты держава моя Почему он говорит, что Господь держава моя Давайте посмотрим, как это будет с Масарецкого Ибо мой утес и моя крепость ты И ради имени твоего направляй меня и веди меня Ибо ты держава моя и прибежище мое И ради имени твоего наставляй меня и питай меня Мне более нравится, как составители Септуагинта перевели То есть Господь как держава моя То есть моя собственная сторона меня выбросила Я нахожусь в городе филистимлян А Господь может стать для меня домом, прибежищем и державою То есть новым местом обитания То, что сравнимо с крепким утесом, об который разбиваются все волны Наставляй меня и питай меня, молится Давид Изведи меня из сети сей, которую затаили для меня Ибо ты, Господи, защитник мой Это действительно была сеть С одной стороны, это царь Саул, который злоумышлял против него И плел свои сети А с другой стороны, филистимляне никак не могли смириться Что в их лагере оказался их враг Исконный враг, который погубил их Голиафа В руки твои предаю дух мой Вот здесь Давид проявляет такое серьезное смирение И в приложении к Давиду эти слова означают Всецелую его в жизни и смерти преданность воле Божией Это комментарий Феодорита Когда он говорит, что в руки Божьей он предает дух свой Но эти же слова произносит Христос на кресте, когда он умирает Христос молится Псалмами Давида Известный Псалом «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» А здесь Псалом 30, другой Псалом «В руки твои предаю дух мой» То есть Христос в смертной агонии молится Псалмами Давида И в самый момент смерти он тоже произносит слова из Псалтири Научая и нас молиться именно по Псалтири И далее мы читаем Ты избавил меня, Господи Божией истины Ты возненавидел почитающих суетное Суетное – это как раз вот эти идолы Истуканы Которым поклонялись филистимляне Ты возненавидел почитающих суетное Напрасно Что значит? Почитающих суетное напрасно Эти боги ничего не дают филистимлянам Напротив, они губят их бессмертные души Ты возненавидел почитающих суетное Напрасно А я на Господа уповал То есть его упование не на идолов Не на истуканов Вот в наше время тоже очень многие Почитают суетное Напрасно Суета нашего мира – это мир политики Это отчасти мир спекулятивного бизнеса Это мир суетных человеческих развлечений Индустрии развлечения Все это как бы лишает нас правильных ориентиров в жизни Это подмены Не случайно Давид говорит в одном из псалмов Не надейтесь на князя, на сына человеческого В них нет спасения Сейчас очень многие возлагают свою надежду На других людей Особенно на тех, которые стоят над ними выше Но в книге «Экклесиас» сказано Бывает время, когда человек управляет человеком во вред ему И мы видим, что по всему миру Какие идут волнения Вот восстания в Париже Когда там желтые жилеты выступили против Макрона Недовольство американцев против президента И так во всем мире происходит Потому что сначала люди возлагают надежды Такие суетные надежды Напрасные надежды на каких-то людей Потом переживают в них разочарование А бывает так, что сначала превозносят кого-то правителя А потом не могут спокойно видеть его лицо по телевизору Это начинает приедаться, раздражать людей Ты возненавидел почитающих суетно и напрасно А я на Господа уповал А тот, кто уповает на Господа Он никогда не переживет разочарование Потому что избрав Господа как утес, как твердыню Как некую державу Новый формат существования Он уже не переживет никакого разочарования Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей Ибо Ты презрел на смирение мое И избавил от бедствия душу мою Ну как раз вот в конец Мы можем отнести Вот эти слова В руки Твоей придают дух мой То есть он пророчески Показал, какими словами будет молиться Христос Мы с вами уже определили, что если есть надписание в конец То это значит какое-то пророчество Которое относится к отдаленным временам В том или ином псалме Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей Ибо Ты презрел на смирение мое И избавил от бедствия душу мою На самом деле Давид радуется и веселится не только о божественной милости Он радуется и веселится о законе Божьем О том самом законе, который обвиняет каждого грешника То есть он принимает суды и Божие Он принимает волю Бога Он наслаждается божественным милосердием Он любуется стройностью заповедей И не оставил меня в руках врагов Поставил на просторе ноги мои Хотя он здесь совершенно в стесненных обстоятельствах Духовно он абсолютно свободен Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю Помутились от ярости Око мое, душа моя и внутренность моя Вот здесь как бы несоответствие между 9 и 10 стихом Если в 9 стихе он говорит Поставил на просторе ноги мои То 10 Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю Помутились от ярости Око мое, душа моя и внутренность моя Как это можно совместить одно с другим? Мы посмотрим, как это звучит в переводе с еврейского, 9 и 10 стих. «И ты не выдал меня в руки врагу, поставил ноги мои на просторе, меня помилуй, Господи, ибо тесно мне, истлел в гневе мой глаз, моя душа и чрево мое». О чем это? Это о том, что Господь уже его спасал. Господь уже поставлял его ноги на просторе, то есть избавлял его от притеснителя царя Саула. Но сейчас он переживает нечто подобное, опасность от подозрительности филистимлян, которые начинают плести заговор против него с целью погубить его. Поэтому 9 стих относится к тому, что уже произошло, когда Господь избавлял его и ставил ноги его на просторе. Что значит «ноги поставил на просторе»? То есть он мог идти в любом направлении. А сейчас он в стесненных обстоятельствах, он не может никуда идти, он сидит в этом городе, в окружении идолов, филистимлян, с немногими своими людьми. И он надеется, что Господь, который раньше давал ему избавление от трудностей, он поможет и теперь. «Ибо истощилась болезнь и жизнь моя, и лета мои прошли в вздыханиях, изнемогла в бедности сила моя, и кости мои потряслись». «У всех врагов моих я сделался поношением, а наипаче у соседей моих и страшным для знакомых моих, видящие меня, вон убегали от меня». Вот это, конечно, тяжелая ситуация, когда Давиду не могли простить грех прелюбодеяния с Батшевой, с Версавией, и то, что он погубил ее мужа. И его враги — это его соседи, это знакомые его. И когда они его видели, они убегали от него, ну, как сейчас скажут, переходили на другую сторону улицы, чтобы не столкнуться с ним. «Я был забыт в сердце их, как умерший, я стал, как разбитый сосуд». Что значит, он был забыт в сердце их, как умерший? Они считали, что все, Давид себя погубил, совершив эти преступления. И они говорили, нет ему спасения в Боге его. То есть напрасно он молится, там напрасно псалмы слагает, поет. Как бы им казалось, что его возрождение невозможно. «Ибо я слышал хулу от многих вокруг живущих, когда они собирались вместе на меня, совещались исторгнуть душу». «Душу мою». Как он это мог слышать, если не пророческим духом Господь не открывал бы ему вот эти заговоры, когда собирались вместе, делали какие-то совещания, совещались исторгнуть душу мою, пишет Давид. «Но я на тебя, Господи, уповал, сказал, ты Бог мой». То есть, смотрите, мы с вами помним, что имя Господь означает милосердие, Бог правосудность. «Но я на тебя, Господи, то есть на милосердие твое уповал, сказал, ты Бог мой». То есть, ты судья мой. «Только ты можешь меня судить», как бы говорит Давид. Потому что, да, люди видели мой грех, но они не видели мое раскаяние перед тобой. А ты, Господи, можешь, ты, Бог, можешь судить меня правосудно. Ты видел и мое падение, и мое возвращение к тебе. «В руках твоих жребий мой» Жребий — это, как бы, непредсказуемость судеб. Давид не проницает свое будущее. «Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих». То есть, все неопределенно, все призрачно, как жребий, который бросают, и люди ждут, как он выпадет, этот жребий. Но для Давида ничто не происходит случайно. Жребий, то есть, даже какая-то случайность, все это в руках Бога. «В руках твоих жребий мой». То есть, ты решаешь, что со мной произойдет. «Яви лице твое, рабу твоему, спаси меня по милости твоей». То есть, он признает, что Господь не может в этом месте действовать с открытием своего лика, потому что это языческий город, где полно идолов. «Господи, да не постыжуся, что я призвал тебя, да постыдятся нечестивые и да сойдут в ад, да будут немые уста льстивые с гордостью и презрением наговаривающие на праведника беззакония». А разве Давид был праведником? Почему же он тогда говорит, что на него наговаривают, как на праведника, наговаривают беззаконие? Он пережил Господне прощение. Как Блажен Августин писал, «Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены». Так вот, ему грехи были прощены. И в глазах Бога он был как праведник, который исполнил весь закон. Потому что если грехи прощены, остаются только благочестивые и праведные поступки. И человек воспринимается действительно как праведник. И когда на него наговаривают, как на нечестивца, даже если они говорят правду, они совершают беззаконный акт. Потому что он уже не такой в глазах Бога. «Сколь велико множество благости твоей, Господи, которую ты сокрыл для боящихся тебя и приготовил для надеющихся на тебя пред сынами человеческими». То есть мы еще не знаем, какие милости ожидают нас, тем более в будущей жизни. Как апостол Павел пишет, «Не видел того глаз, не слышал того уха, не приходил то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его». «Ты укроешь их под кровом лица твоего от мятежа людского, укроешь их в скиний от возмутительной речи». Укроешь в скиний, то есть как бы в неком таком шатре, и никто не сможет проницать нахождение там того, кто скрывается. И Господь укроет нас и от возмутительной речи, от пререканий язык по-славянски, как бы от противоречий языков, протестующих речей всех этих возмутителей. «Благословен Господь, что дивно явил милость свою как бы в укрепленном городе». Почему он так говорит? Конечно, это иллюзия, что этот город может выстоять, если на него нападут. Он считался как бы убежищем, как бы убежищем, но все человеческое, земное, оно призрачное. Настоящее убежище – это в Боге, из Бога. «А я сказал, выступление мое», то есть вот это состояние, которое он переживал, «я отвержен от очей твоих», то есть когда отчаяние завладело им, иступление, «посему услышал ты голос молитвы моей, когда я взывал к тебе». А неужели надо приходить в состоянии иступления, чтобы Господь нас услышал? Да нет, просто Господь всегда спешит на помощь к нам, когда Он видит, что нам очень тяжело. А человек может переносить тяжелые обстоятельства, скрывая их внутри своего сердца, или проявляя в неком таком хаотичном иступлении. И окончание этого псалма, 24-25 стих, «Возлюбите Господа все преподобные Его, ибо истины требует Господь и воздает проявляющим чрезмерно гордость». То есть преподобные должны возлюбить Господа, потому что они на стезях истины, и Господь требует от них истины и воздает проявляющим чрезмерную гордость. Как раз вот филистимляне это были такие гордые люди, гордые племя. Вспомните, как Гляф выступал на Давида, как он кричал, что его тело отдаст на съедение птицам, он шел весь закованный в одежду, а против него какой-то там тинейджер выступил с какими-то камушками в пастушечьей сумке. Но Господь смирил филистимлян, от них ничего не осталось, а потомки Давида живут до сих пор. И в окончании этого псалма опять такой вот как бы аккорд, завершающий призыв «Мужжайтесь, и да будет твердо сердце ваше все уповающие на Господа». То есть здесь как бы он уходит от личных своих рассуждений, от таких субъективных собственных проблем, которые он переживает, и обращается ко всем со словами призыва «Мужайтесь, и да будет твердо сердце ваше все уповающие на Господа». Потому что тот, кто с нами, больше того, кто в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok